Здравствуйте, уважаемые студенты! И до настоящего времени занимает лидирующие позиции по количеству исследований. Именно они на сегодняшний день по-прежнему являются основой для диагностики травматических повреждений и заболеваний скелета, болезней легких, пищеварительного тракта, а также мочеполовой системы. Это связано с относительно небольшой стоимостью рентгеновских аппаратов, простотой выполнения методов исследования, надежностью и уже давно сложившейся традиционной школой рентгенологии. Практически все специалисты, в том числе и урологи, в той или иной степени сталкиваются с необходимостью интерпретации рентгенских снимков. После открытия Вильгелем Кондрат рентгеном X-лучей в 1895 году, год спустя, Гюйон и Мачин Тайри, после 12-минутного облучения рентгенскими лучами пояснической области Баннова, впервые увидели на фотопластинке тен почечного конкремента. А в 1897 году Таферу удалось запечатлеть на фотопластинке тен мочеточника, в которой был введен катетер с проволокой. Открытие Волкером и Лихтенбергем в Германии в 1906 году ретроградной пилографии. Первые сообщения о рентген-диагностике в России были сделаны в 1899 году. Первый доклад о пилографии в России был в 1911 году. В СССР в клинике Федорова в 1929 году была выполнена первая внутривенная урография. Для проведения рентгенологических исследований урологическим больным необходима соответствующая подготовка. У людей молодого возраста, у которых динамика опорожнений кишечника не нарушена, можно отказаться от какой-либо подготовки кишечника при условии, что перед исследованием был самостоятельный стой. А у лиц пожилого возраста, страдающих запорами, необходимо освобождать толстый кишечник при помощи очистительной клизмы, который следует производить накануне вечера и за 2 часа до исследования. Стационарным больным, если позволяет их состояние, следует рекомендовать перед рентгенологическим исследованием небольшие прогулки и пребывание в течение 1,5-2 часов в стоячем и сидячем положении. При строгом постельном режиме рекомендуется лежание на правом, а не на левом боку. Ряд урологов за 2-3 дня до рентгенографии переводят больных на безуглеводную диету, сочетая это с приемом карболина или настоя ромашки. Чтобы интерпретировать полученные результаты рентгеновских исследований, нам необходимо знать скелетотопия органов мочеполовой системы. На рентгенограмме верхняя граница почки обычно располагается на уровне 11-го грудного позвонка, а нижняя на уровне 3-го поясничного позвонка. Верхний полис почки достигает 11-го ребра, а нижняя расположена на 3-5 см выше от гребешка подвздошной кости. Тень левой почки обычно расположена выше правой на 1-2 см и делится 12 ребром пополам, в то время как тень правой почки пересекается 12 ребром на границе верхней и средней трети органов. Скелетотопия почек у детей несколько отличается. У детей почка относительно велики, тогда как поясничная часть позвоночника сравнительно коротка. В силе этого у детей на рентгенограммах тень нижнего полиса почек расположена весьма близко к гребешку подвздошной кости. А иногда находится на уровне его такое низкое расположение у детей почек связано и с тем, что правая почка занимает свое окончательное положение в поясничной области в возрасте 5-7 лет, а левая почка в возрасте 8-10 лет. Почечные лоханки и чашечки должны соответствовать на уровне остистого отростка 2-го поясничного и 3-го поясничного позвонка, то есть на этом уровне должны находиться, в пределах до 5 см расстояния от позвоночного станка. Почечные чашечки и лоханки имеют различный вид и строение. Вот на данном слайде указана нормальная почечная лоханка. Вот это все является, считается вариантом нормы. Оно чаще имеет треугольную форму, где основание его и где основание параллельно продольной оси тела, верхняя и внутренняя границы лоханки выпукли, а нижняя часть лоханки, она бывает вогнутая. Мочиточники имеют длину 25-30 см в зависимости от типа телосложения человека. Просвет мочиточника в норме не одинаково на всем протяжении. От лоханки мочиточник отходит медиально и с легким изгибом идет вдоль мускулус псоаз, а затем более или менее параллельно и почти вплотную к позвоночнику до линии иннамината. Здесь он перекрещивается с подвздошными сосудами и далее располагается по внутренней стенке малого таза, делая небольшой изгиб в натуральную сторону. Затем мочиточник направляется медиально ко дну мочевого пузыря, в который впадает почти прямым углом. Каждый мочиточник имеет три физиологических сужения. Первое сужение – это место перехода лоханки в мочеточник. Второе сужение – это место перекреста с подвздошными сосудами на уровне линии иннамината. И третье – это место впадения мочеточника в мочевой пузырь. Мочевой пузырь, форма и размер его на тистограмму могут быть весьма разнообразны. И в основном зависит от пола, возраста и степени наполнения мочевого пузыря. Нормальный мочевой пузырь обычно имеет округлые, продолговатые или пирамидальные формы. Низняя граница мочевого пузыря расположена на уровне верхнего края лобкового сочленения. Или несколько ниже его, верхняя достигает уровня третьего крестцового позвонка. У детей на тистограмме тен мочевого пузыря несколько приподнята на длонном сочленении. Имеют грушевидную форму и сужены своей частью направлены вниз. У женщин поперечный диаметр мочевого пузыря обычно бывает больше продонного диаметра. На обзорной урографии должны вмешаться оба почки, правая и левая почка. По проекции остистых отростков позвоночника находятся правые и левые мочеточники. А в полице малого таза мы определяем контуры мочевого пузыря. На что мы должны обращать внимание, когда читая обзорную урографию? Значит, в состоянии позвоночного станка при патологических состояниях почек, мочеточников или заброшенного пространства имеется легкий сколиоз позвоночного станка. Мы должны обращать внимание на четкость контуру поясничных мышц, мускулы спсуаз. При патологических состояниях четкость контура поясничной мышцы бывает нечеткий или вовсе исчезает. А также, кроме этого, несмотря на то, что больной был подготовлен к рентгенологическим исследованиям, имеется скопление воздуха в кишечнике, то есть симптом аэроколия. Мы должны обращать внимание, когда интерпретируем результат обзорную урографию. Вот, например, на данном слайде мы можем увидеть легкий сколиоз позвоночного станка в правую сторону. В проекте правой почки имеется тен подозрительный, напоминающий слепок правой почки. И вот еще отдельный тен, от которого, это мы называем коралловидный камень, то есть образовавшийся в лоханке камень прорастается в сторону чашечки. И на уровне третьего сужения, то есть вместо перехода мочеточника в мочевой пузырь, еще имеется третий дополнительный тен. Значит, и если обратим внимание на контуры поясничной мышцы, слева более четкая контура в поясничной мышце, справа это мы не увидим. Вот это все свидетельствует, что у больного имеется в правой почке патологический процесс. Вот на основании этого обзорного снимка мы можем поставить больному диагноз мочекаменные болезни, многоместный уролитяс, то есть тени конкремента находятся в полчашечно-лоханочной системе почки и нижней трети мочеточника. На данной обзорной урографии мы можем увидеть в проекте мочевого пузыря множественные подозрительные тени на конкреме. В следующем обзорном урографии видно двусторонные коралловидные камни почек, где имеются вот множественные тени, которые повторяют слепок правой и левой почки. Для того, чтобы уточнить выделительные функции почки, необходимо выполнять экскреторную урографию. Экскреторная урография больным проводится после проведения пробы на контрастные вещества. Накануне за 24 часа до проведения исследования больным ставится проба и спустя 24 часа, когда у больного не отмечаются ранние и поздние реакции на контрастные вещества, выполняется экскреторная урография. При этом выполняется контрастное вещество в зависимости от массы тела больного 1 мл на килограмм веса. И спустя 5-7 минут при нормально функционирующей почке делаются первые снимки. При наличии патологических процессов выполняются серийные снимки для того, чтобы уточнить диагноз больного. Вот на данном экскреторной урографии мы увидим нормальную функционирующую почку. Правую, левую. Правый мочеточник, левый мочеточник. Но, к сожалению, здесь получился такой срез. В общем-то, на обзорной экскреторной урографии мы должны охватывать одиннадцатебрудной послоночник и ломовый сочленник. Вот тогда мы можем на одной картинке увидеть весь мочеводящий путь. Вот на другом снимке, который выполнен, функциональная способность правой почки сохранена нормальная. Слева у больного имеется легкая пилеэктазия и незначительное расширение верхней и нижней чашечки, которые могут быть причиной воспалительной процесс левой почки. Иногда при наличии обструкции мочеточника мы можем наблюдать расширение всего мочеточника, почечной лоханки и чашечки. Вот на данном снимке экскреторной урографии мы видим нормально функционирующие левые почки, где остались следы контрастного вещества. Контраст заполняется полость мочевого пузыря. Но из-за обструкции интрамуральной части мочеточника у больного наблюдается уретерогидронефроз справа. А на другом снимке при нормальной функции правой почки, где мы увидим нормальное выделение и выведение контрастного вещества по мочевым путям, слева отмечается однообразный гомогенный оттен в проекции почки, который свидетельствует о резком нарушении функциональной способности левой почки. То есть мы называем это состояние нефункционирующее левой почки или как немая почка интерпретирует. Противопоказанием к экскреторной урографии являются шок, коллопост, тяжелые заболевания, почек, проявляющиеся значительно выраженной гиперазотемией, глубоким нарушением концентрационной способности почек, повышенная чувствительность организма к йоду, тяжелые заболевания печени, выраженные симптомами ее функциональной недостаточности, гиперпаратериализм, гипертонические болезни в стадии декомпенсации, а также беременность. При нефункционирующих почках мы должны определить причину заболевания. С этой телью выполняется так называемая ретроградная пиелография. Для выполнения данной метод диагностики нам необходима специальный инструментарий. Этот инструмент называется тистоскопом. Тистоскопы бывают различных видов. Это смотровой тистоскоп, катетеризационный тистоскоп и операционный тистоскоп. Для выполнения ретроградной пиелографии мы используем катетеризационный тистоскоп. Вот на данном слайде вы видите этапы выполнения ретроградной уретропиелографии. Тистоскопы выводятся в полость мочевого пузыря. Мочевой пузырь заполняется антисептическим раствором до появления пазива. Находя устье мочеточников, соответствующую сторону выводится мочеточниковый катетер. Для того, чтобы определить проходимость мочеточника и по катетеру выводится контрастное вещество. Вот на данном снимке вы можете увидеть, вот уже в левый устье введен мочеточник и катетер. По катетеру, когда контрастное вещество вводили, оно запольняет чашечную лоханчную систему и подтекает мимо катетера вниз по мочеточнику. На данном снимке мы можем определить, у больного имеется дефект наполнения лоханки из-за неконтрастного конкремента в лоханке левой почки. На другом снимке мы можем увидеть, вот мочеточник и катетер дошел до уровня третьего поясничного позвонка, где имеется резкий изгиб мочеточника. Мочеточник отодвинут в сторону позвоночного стальба. Выше уровня вот этого изгиба у больного отмечается явление уретерогидронефроза. Это может быть сужение верхней трети правого мочеточника. Или, скорее всего, у больного имеется объемное образование брюшной полости, который отодвинул мочеточник в сторону, выше уровня препятствий у больного отмечается расширение мочеводящих путей. Кроме этого, с помощью ретроградной уретеропилографии мы еще можем выявлять у больных различные видеоаномалии развития почек. Вот на данном снимке мы можем увидеть, правая почка находится прямо у входа в малый таз. Это называется поясничная дистопия. А вот левые почки тоже, вот когда контрастное вещество вводили, почка заполняется контрастом, оно оттекает по ходу мочеточника. Или аномалия расположения почки. Значит, оба почки находятся в одной стороны. Или аномалия количества, мы еще говорим. Вот здесь имеется удвоение левой почки, но мочеточники уже у входа в мочевой пузырь, они уже сливаются. Это называется уретерфисус, раздвоение мочеточника. Когда они открываются отдельно, собственные устья, полость мочевого пузыря, тогда мы бы назвали дупликатурой уретер. То есть два раздельные устья, два раздельные мочеточники. Когда невозможно проводить мочеточниковый катетер по ходу мочеточника, иногда бывает, имеется препятствие. Дальше мочеточникый катетер продвинуть в сторону полость почки невозможно из-за сужения стеноза или непроодолимые препятствия. В таких случаях мы прибегаем к другому методу исследования. Это называется антикратная пилография. Для этого мы должны пунктировать черезкожно, то есть перкутарно образом, дренировать должны почечную лоханку. И по катетеру, который мы установили в почечной лоханке, вводится контрастное вещество. Вот на данном снимке вы можете увидеть. В полость правой почки установлена дреназная трубка. И по трубке, когда вводится контрастное вещество, запаляя контраст, оно проходит по мочеточнике. Вот здесь имеется сужение лоханочно-мочеточникового сегмента справа. В следствии чего у Ванова наступил гидронефроз, расширение почечной лоханки и всех чашечек. Для того, чтобы определить контуры мочевого пузыря, выполняется рентгенологический метод исследования, так называемый тистография. Тистография бывает нисходящая, когда мы делаем внутривенную или экскреторную урографию. После экскреторной урографии, спустя определенное время, когда запальняется мочевой пузырь, мы можем получать снимки. Или ретроградным образом. То есть сначала катетеризируя мочевой пузырь, с помощью мягких катетеров, выводится содержимое мочевого пузыря, и пузырь запальняется до появления позыва к акту мочеспускания контрастным веществом. Можно пузырь запальнять только контрастным веществом, или двухконтрастный метод исследования. Часто можно запальнять с помощью кислорода. Это называется двухконтрастный метод исследования. И получаем картины мочевого пузыря. Вот на данном снимке мы можем увидеть у больного контуры мочевого пузыря ровные, округли формы, но в области шейки мочевого пузыря имеется дефект наполнения. Это говорит о том, что у больного имеется доброкачественная гиперплазия предстательной железы, которая имеет внутропузырный рост, деформирует шейки мочевого пузыря. На другом снимке мы можем увидеть, что у больного имеется дивертикуль мочевого пузыря, то есть дополнительное выпячивание стенки мочевого пузыря. Вот здесь достаточно огромный дивертикуль, который почти величиной самой емкости мочевого пузыря. Для того, чтобы определить проходимость мочеиспускательного канала, больному выполняется ретроградная уретрография или уретроцистография. Вот на данном снимке мы можем увидеть по наружному отверстию мочеиспускательного канала, когда вводится контрастное вещество, оно вводится под давлением и попадает контраст в полость мочевого пузыря. У данного больного, вот на данном снимке, проходимость висячей части мочеиспускательного канала, вот мы видим, где имеется бульбозная часть, здесь имеется сужение. Но тем не менее, просвет сохранен, контраст попадает в полость мочевого пузыря, и пузырь как будто деформированный, то есть имеется у больного еще, на фоне обструкции нижних мочевых путей, у больного имеется дивертикуль мочевого пузыря. В практической урологии для рентгеноконтрастного исследования почечных сосудов выполняется почечная ангиография. Почечная ангиография можно осуществлять трансрумбальным доступом или трансфеморальной почечной ангиографией по Сильдингеру. Вот на данных слайдах вы можете увидеть нормальные почечные ангиографии, а на другом имеется патологически подвижность правой почки, то есть не справа. На фоне опушения почки у больного имеется выраженный флебостаз, расширение почечной вены и удлинение почечной вены. Показаниями к выполнению почечной ангиографии являются это, когда невозможно произвести ретроградную фиелографию, а экскреторная урография не устанавливает вид и степень заболевания. Кроме этого, в случаях почечной гематурии, этиологии которой нельзя установить другими методами исследования, при подозрении на опухол почки, преимущественно в корковом веществе, при необходимости дифференцировать опухол почки от кистозного поражения почки, при гидронефрозе, стилеопределения, этиологии его, степени сохранности почечной паренфемии и допустимости резекции добавочного сосуда, исходя из масштаба кровоснабжения почки, основной и добавочной артерии. Кроме этого, почечная ангиография можно осуществлять при туберкулезе почки, когда решается вопрос о возможности и уровне резекции в зависимости от ангиархитектоники почки. При сложных аномалиях почки, при вазоринальной гипертензии или при гипертонии неясной этиологии, а также при опухолях над почечниками или других заброшенных новообразованиях. Противопоказанием к выполнению ангиографии является риск выражения атеросклероз, повышенная чувствительность организма к йоду и риск выражения тереотоксикоз, прогрессирующая тяжелая почечная недостаточность, тяжелая степень недостаточности печени, а также активный туберкулез легких, тяжелая степень сердечно-сосудистой недостаточности является противопоказанием к проведению ангиографии. Значит, существует почечная венограмма или венокавография, тоже осуществляется путем катетеризации венофеморалис. Показанием к венокавографии является необходимость установления обтурации тромбоза или стеноза подвздошных вен или нижней поли вены при наличии астита, расширенных вен брюшной стенки, отелка ног и мошонки, а также для въяснения возможных изменений нижней поли вены при отсутствии ясных клинических симптомов, например, при опухолях почки надпочечника, метастазах опухоли яичка, мочевого пузыря или предстательной железы. Подозрение на расположенный позади поли вены мочеточник, так называемый ретро-ковальный уретер, тоже является показанием к проведению венокавографии. Рентгенские исследования имеют свои особенности среди детского возраста. Использованные современные аппаратуры в последнее время способствуют уменьшению лучевой нагрузки детскому организму. Особенность рентгендиагностики у детей, это при выполнении рентгенских исследований обязательно должен присутствовать врач. Поддержание в кабинете относительно высокие температуры, 30-35 градусов должно быть в комнате температура. И рядом должен всегда существовать наркозная аппаратура, инструментарии, медикаменты, которые могут понадобиться при возникновении осложнений, при выполнении рентген-исследований. Значение, кроме этого, при интерпретации результатов рентгенологических исследований, врач должен знать особенности строения и расположения органов мочевой системы у детей. У грудных детей почки имеют кленовидную форму, располагаются своим верхним полисом на уровне 12-го грудного позвонка, а низным справа на уровне верхнего края 5-го поясничного позвонка, слева на уровне верхнего края 4-го поясничного позвонка. Продольный ос почки новорожденного и младенца в возрасте до 1 года строго параллельно позвоночнику почки детей дошкольного возраста еще не имеет своей изогнутой формы и в возрасте от 2 до 7-8 лет сохраняет одинаковую величину. Мочевой пузырь у ребенка расположен относительно высоко, над лоном. Будучи наполненным, он приобретает овальную или грушевидную форму, где продольный ос больше поперечный. Верхушка наполненного мочевого пузыря обычно располагается на уровне или 3, или 4. Емкость мочевого грудного ребенка в 4 раза меньше емкости мочевого пузыря ребенка в возрасте 4-5 лет. Но на сегодняшний день самым достоверным методом диагностики урологических заболеваний является мультиспиральная компьютерная томография почек. Вот на данном слайде вы можете увидеть сосудистые фазы на мультиспиральной компьютерной томографии почек. Вот где видно почечные артерии, от аорта как отходят почечные артерии. Вот на данном слайде, если мы увидим, что имеется и образная почка, то есть аномалия развития, вот где от брюшной аорты идет к верхней почке и нижней почке сосуды. А на другом слайде мы можем увидеть дистопированные правые почки, где имеется еще аномалия развития сосудов почки. Вот от брюшной аорты идет основная почечная артерия и дополнительная почечная артерия. С левой стороны это нормально. Вот левая почечная артерия, и мы можем увидеть, как расщепляется почечная артерия внутри почечной ткани. То есть дает верхний вид, средний и нижний вид. А на данном слайде мы еще можем увидеть аномалии структуры почки, то есть у данного больного подковообразная почка, то есть оба почки соединены своими нижними полюсами, где имеется, естественно, нарушение ангиоархитектоники почки. А вот на данном слайде это очень интересная картина. Мы можем увидеть, вот нормально развитая правая почка, вот вы можете увидеть почка, чашечки, лоханки, мочеточник, а левая почка, это называется перекрестная дистопия. Оно прям лежит под правой почкой, ближе к позвоночному стаду, где имеется нарушение еще уродинамики. Вот до уровня средней трети, где вот перекрестная дистопированная почка пересекается еще под вздошными сосудами, имеется выше этого уровня расширение мочеточника, почечные лоханки и почечные чашечки. На другом слайде мы можем увидеть тоже аномалии структуры и аномалии расположения, мы можем назвать. Вот это левая почка, нормально развитая левая почка, которая открывается в устье мочеточника в мочевой пузе, а с правой стороны имеется тазовая дистопия, то есть почка находится в области лонного сочленения. Вот короткий мочеточник, и вот чашечки мы можем увидеть, вот эта фаза нефрография фаза считается. А в данном слайде, вот из-за перегиба верхней трети мочеточника, где вот видите, мочеточник как будто, если бы мы это посмотрели бы сосудистые фазы, возможно здесь вот это ретраковальное расположение мочеточника, мочеточник, изгибая нижнее поле вены, вот проходит и поступает в мочевой пузырь. Вот где оно пересекается именно под вздохными сосудами, там имеется нарушение уродинамики, уретерогидронефроз справа, а функциональная способность левой почки не нарушена. Таким образом, в сегодняшний день лучевая метод диагностики в урологии является основным, наиболее достоверным методом диагностики, с помощью которого мы можем установить еще в ранных стадиях урологических заболеваний, устанавливать правильный диагноз и назначать больному соответствующие целенаправленные лечения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...